Есть такой термин биохакинг. Что это такое? Это как бы читерство про то, как бы вот жить дольше и чувствовать себя лучше, грубо говоря. И биохакеры, они используют разные примочки, тренировки, изменение режима питания, дня, добавки и различные вещества, да, для того, чтобы жить вечно и умереть молодыми. Последние годы все больше именно в этом аспекте фридайвинг привлекает внимание спортивных физиологов, врачей. Но я бы начала с того, что во фридайвинге есть разные типы нагрузок. Есть аэробные нагрузки. Это нагрузки низкой мощности. То есть, когда интенсивность движения невысокая и работу можно делать на низком пульсе достаточно долго. Доказано, достоверно, научно, что аэробные нагрузки хорошо коррелируют с качеством уровня жизни. Это является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Это здорово само по себе, да. И во фридайвинге аэробные нагрузки тоже присутствуют. Почему? Ну, во-первых, мы, как я уже сказала, тренируемся плавать. Потому что плавание занимает достаточно значимый объем тренировок по фридайвингу. Да, в бассейне, по крайней мере. С другой стороны, когда мы ныряем, все равно начальная часть дистанции протекает в аэробном режиме. Делаем вдох и заныриваем. Сначала в нашем теле очень много кислорода. Это аэробный режим энергообеспечения. Расходуется кислород. Постепенно, по мере нырка, мы переходим в аэробный режим или гипоксический режим. Так вот, гипоксические нагрузки во фридайвинге, они несколько отличаются от того, что обычно называется анаэробикой в фитнесе. Анаэробные нагрузки в фитнесе это что? Это, как правило, нагрузки достаточно большой интенсивности. Когда мы ныряем, ни о какой большой мощности движения речи нет. Мы двигаемся медленно, плавно, расслабленно, низкая интенсивность движений. Но за счет того, что фридайвер не дышит, развивается кислородный долг. И таким образом мы как бы модулируем с точки зрения биоэнергетики, как будто бы серьезные физические нагрузки, высокоинтенсивные. И в фридайвинге присутствует смесь и гипоксической нагрузки, и нагрузки аэробной. Вот это само по себе очень здорово. Почему? Согласно текущим представлениям в физиологии, именно смесь аэробных и анаэробных нагрузок является очень хорошим фактором регулировки инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность это нехорошее состояние, когда клетки организма теряют чувствительность к гормону инсулину, который отвечает за метаболизм углеводов. Это приводит к нарушению метаболизма глюкозы. И развитие такого нехорошего состояния, как метаболический синдром. Это совокупность патологических процессов, конечным результатом которых зачастую является сахарный диабет второго типа. Причиной метаболического синдрома является гиподинамия, неправильное питание, избыток быстрых углеводов, то есть это всякие рафинированные продукты питания. Это бич современного общества. Фридайвинг очень здорово вот эту задачу решает. Достаточно мягко, естественно, физиологично происходит попутно и контроль жиросжигания и так далее. Почему важно сочетание аэробных и анаэробных нагрузок? Часто говорят, что жиры горят в пламени углеводов. То есть для того, чтобы шло эффективное жиросжигание в организме, нужно также, чтобы было достаточное количество углеводов. Поэтому смешанные нагрузки.